Жильцы многострадального дома на Пасецкой, 28, опасаются, что у здания вновь рухнет стена. Люди боятся заходить в квартиры. Частичное обрушение стены злополучного дома, расположенного на улице Пасецкой, 28, произошло еще в августе 2011 года. Упала угловая часть пятиэтажного жилого дома, полностью разрушив помещение с первого по пятый этаж. На первых двух этажах находились офисы, на остальных – жилые квартиры. Обошлось без пострадавших. Жильцов эвакуировали, расселили в гостиницы города, а в 2012 году люди вернулись в восстановленную часть разрушенного дома. Сегодня жильцы в испуге покинули квартиры, боятся в них заходить. Ведь, как выяснилось, подвальное помещение дома выкупила некая организация, рабочие которой начали разрушать фасад здания и пробивать окно. Занимает это помещение. Там был магазинчик такой, собственник, собственность была там. Она занимала 18 квадратных метров. А сейчас она заняла, как я поняла, все, по какой причине, я не знаю. Потому что только 18 метров, а там большое помещение, они вот его ремонтируют. Я как-то зашла к ним, смотрю, говорю, что делать? Я думаю, мы тут обдираем. Я говорю, какое вы имеете право? Мы купили. Как они купили, тоже неизвестно. Потому что Лапушинским надо все это будет разобраться и спросить, что это такое. Сейчас они вот, там, значит, обои должны были сделать, все, стены и все прочее. А сейчас они долбят уже окно. Там его никогда не было, этого окна. Роман, арендодатель редакции газеты «Утро России», расположенный по адресу Посетская, 28. Шло восстановление. Восстанавливала компания ООО «Антарктида». Значит, вот этот уголок, здесь усиленный ростверк, очень много арматуры заложено. Вот этот уголок, вот эта четвертая часть, он держит всю дому, как якорь. Соответственно, внизу офисное помещение. Окна в него не предусматривались. Сейчас появился новый собственник, непонятно какой, без разрешения, самоуправством. Они здесь сами вот пробирают, бурят окна. Жильцы дома уверены, в фасад на несущей стене вообще нельзя делать проемы. Когда строители приступили к работе, начали выдалбливать окно, некоторые жильцы заметили, что в квартирах на сантиметр отошли обои. Люди испугались, быстро покинули помещение. Вибрации-то особо не чувствуем, просто этого нельзя делать. Понимаете, они так вот вероломно, в выходной день, воскресенье. Здесь появились, как будто здесь никого нету, и начинают вот этим заниматься. Жители когда-то обрушившегося дома позвонили в полицию. Стражи правопорядка прибыли, пообщались с заявителями, а также с начальником строительной бригады, которая рубила окно в стене. Группа лиц, находившаяся в подвальном помещении, рассказала, что, мол, они всего лишь выполняли распоряжение руководства. Собственник позволил, начальник стройбригады дал команду. Вот и все дела. Жильцы не намерены сидеть, сложа руки. Люди собираются посетить управляющую компанию «Эгершельд», а также планируют обратиться в жилищно-коммунальную инспекцию города. С собственником, который выкупил подвальное помещение на Пасецкой, 28, а якобы там будет располагаться хостел, нам пообщаться не удалось. На место ЧП он не приехал. По просьбе стражи правопорядка, владелец подвала прибудет с документами во Фрунзенский отдел полиции. Мы будем следить за развитием событий.